Издание дополненное, но не исправленное. В Киеве на неделе принимали новую редакцию Конституции. И вылилось это не просто в беспорядке, а в настоящий боестолкновение у Рады. В ход пошли не только булыжники и слезоточивый газ. Один из митингующих бросил в ряды милиционеров боевую гранату. Порошенко традиционно обвинил Москву в том, что радикал-националисты из правого сектора и партии Свобода теперь действуют в ее интересах. Заочно ему ответил президент Путин. То, что произошло трагедия и следствие политики, которую продолжает вести Киев, не выполняя Минские соглашения, которые могли бы помочь нормализовать обстановку в стране. Если мы говорим об исполнении Минских соглашений, напомню, поправки к Конституции должны быть согласованы с Донбассом. Раз. Закон о выборах в органы местного самоуправления должен быть согласован с Донбассом. Два. Должен быть принят закон об амнистии. Три. Он не принимается и должен быть введен в действие закон об особом статусе этих территорий. Он принят, но его введение опять отложено. Вот все эти четыре кардинальных условия политического урегулирования не исполняются, к сожалению, сегодняшними нашими коллегами в Киеве. Они просто не исполняются. Что касается этих трагических событий, то я считаю, что это вообще никак не связано с изменениями в Конституцию. Потому что всё, что сегодня нам предлагается в качестве изменений, носит абсолютно декларативный характер и, по сути, структуру власти в Украине не меняет. То, что мы сегодня наблюдаем, это следующее издание политического противостояния на Украине. И изменения в Конституцию используются исключительно как предлог для обострения политической борьбы за власть. Продолжение следует...